Приветствую, Владыка и уважаемые коллеги, которые присутствуют здесь на столь важном нашем совещании, круглый стол. Мне кажется, уже было сказано достаточно много и очень информативно. Уверен, что всегда сложно говорить, кто заканчивает какую-то часть, потому что сказано всё, и хочется, может быть, повторять, но понимаю, что все уже настроены на кофе-брейк. В связи с этим, мне хочется сказать, что у церкви есть определённая миссия в этом мире, и одно из направлений миссии – это миротворчество, а также защита. Это очень важный момент. Я родом, как и многие здесь сидящие представители конфессии, из Советского Союза, и мы прошли, наши отцы вернее, мы частично прошли страшные гонения на церковь. Мой отец был трижды репрессирован советской системой, которая была безбожная, атеистическая, но устояли в вере. И мы их дети, мы их наследники, мы знаем, как всё это происходило, мы знаем, как это всё начиналось. Мы знаем, как спецслужбы Советского Союза, определённые конкретные спецслужбы, разделяли церкви, они устраивали провокации, они внедряли туда своих представителей, чтобы церкви не смогли быть сильными. И, конечно, то, что мы сегодня видим, происходит в нашей братской Украине, у наших соседей, тоже вызывает очень много ассоциаций с тем временем, к сожалению. И если кто-то спросит, а при чём здесь российские христиане, которые озабочены ситуацией в Украине? В Священописании написано, апостол Павел пишет, если страдает одна часть тела, то страдает всё тело. И мы считаем, что христианство, оно едино в мире, и наши братья, и наши сёстры, если они страдают, то и мы страдаем точно так же, пометуя те страшные времена, которые были. Вы знаете, во многих странах принято, скажем так, немножко противодействовать деятельности так называемых религиозных меньшинств. И есть проблемы в ряде стран с религиозными меньшинствами. Ну вот чтобы вот так самые крупные общины, самые крупные церкви Украины поступали вот таким образом, наверное, это как-то не вписывается в те, казалось бы, уже устойчивые традиции, в кавычках беру это слово, которые есть. То есть, когда насилие в отношении меньшинств. Здесь мы видим ровно наоборот. Я так понимаю, что основная масса священников и народа православного Украины принадлежит к Украинской православной церкви Московского патриархата. И я понимаю, что большинство из них, они украинцы по национальности. И это фактически говорит о многом. Здесь мы сталкиваемся с определенными вещами, которые направлены против собственного народа. Мы это видели в советское время. Я абсолютно уверен, что у нас нет другого пути, как защищать своих братьев. Молитвами, заявлениями, чтобы все понимали и знали, что у нас есть четкая позиция. Один из руководителей Украины до недавнего времени был пастор одной из евангельской церкви Александр Турчинов. Я много раз делал заявления, определенные на российском телевидении и на иных площадках, о недопустимости человека, который занимается высокой политикой и руководит совбезом Украины, быть священнослужителем и пастором. Более того, я говорил определенные вещи, которые не понравились некоторым моим братьям в Украине. Но я готов их повторять еще раз и еще раз и еще раз. У пастора не должны быть руки в крови от своих братьев. Продолжение следует...